Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Оцените ситуацию и дайте совет. Пожалуйста. Работаем в настоящее время с мужем на одной работе. В конце весны муж, будучи в незрежном состоянии, пообещал коллеге, она сама напросила взять его с дочерью, она в разводе, в наш совместный отпуск. Вскрылась эта ситуация вчера, когда стали бронировать жильё на море. Коллега обрадовалась и сказала, что очень ждала, когда же мы поедем. Я безусловно бы сказал мужу за это, очень хотелось поехать на отдых втроём и с ребёнком, без посторонних людей. Поссорились. Эта коллега уже всё забронировала и теперь сидит ждёт, когда мы поедем на нашей машине. Получается, нам надо ехать? Питаться очень неприятно, не знаю, что делать. Я брак в 18 лет, совершенно не дурнущика. И нормально отношусь к мужу. Хожу потерянно. Спасибо. Стоится действительно неприятно, это правда. Действительно ситуация оставляет живать лучше вот здесь. И, на мой взгляд, конечно, это показывает то, насколько вы со своим супругом находитесь, ну вот, знаете, в таком, скажем, не знаю, контакте что-ли. То есть, эта ситуация показывает то, как вы со своим мужем, условно говоря, взаимодействуете. Это показывает то, как вы решаете, скажем так, определённые проблемы. И это показывает то, как мне видится, это показывает то, что на сегодняшний день вы, вероятно, ну, скажем так. Я бы, наверное, так бы сказал. То есть, вот, ну, такой бы ответ в данном случае я бы предложил. То есть, есть у меня вот такое ощущение, да, что как-то вот склонны где-то вы, ну, со своим мужем, да, ну, как-то может быть. Что-то умалчивать, что-то умалчивать, что-то удаивать друг от друга, вот. По крайней мере, такое впечатление складывается, исходя из того, что и вы, да, вот, как-то, ну, перечислили, да, исходя из того, что вы как-то вот сказали. И, исходя из того, как ситуация складывается, складывается она так, что ваш муж, будучи в нетрезвом состоянии что-то обещать, а что-то обещают коллеге, вот, что говорит, как бы, о том, что, ну, чего-то ему хочется, да, что-то ему нужно, вот, есть что-то. В этом смысле, что он, скажем так, себе сдерживает, получается, вот. То есть, эта ситуация, она, как бы, на мой взгляд, является, так скажем, следствием, результатом, если угодно, того, как вы, как вы устраиваете отношения с мужем, вот. Причем, хочу обратить ваше внимание на то, что вы повторились. То есть, здесь это, ну, ключевой момент, именно то, что вы повторились. То есть, дело не в ситуации, которая, ну, действительно, может быть неприятной. Ситуация действительно может быть некомфортной. Это правда. То есть, никто в этом смысле не спорит с тем, что муж, может быть, поступил не очень хорошо, да, и, ну, пообещал то, чего не надо было, вот. Но то, что вы повторились, свидетельствует о том, что у вас, видимо, какое-то, какое-то, вот, недовольство, или что-то типа, что-то типа того, да, ну, накапливалось. Почему? Так, ну, ну, вот. Почему я так думаю, что накапливалось, недовольство, по-моему, что ссора, увлекает мне на пустоность, вот. Понимаете, да? Поэтому я думаю, что еще раз вам нужно обратить свое внимание на свои чувства, донести их до своего мужа, постараться увидеть, что с вашей стороны непосредственно привело к конфликту, я имею ввиду к ссоре, именно с вашей стороны, что привело к ссоре, именно что вы сделали для того, чтобы подссориться. И, в общем-то, честно спросить у своего мужа, что хочет он. Вот такая ситуация. Что еще важно признать, это то, что, так скажем, сухим, чистеньким, да, выйти из ситуации, скорее всего, не получится. Вот. Это уже очень важно понимать, да? То есть, как бы, ну, что недовольным, недоволен будет либо ваш муж тем, тем, что ему придется, ну, отменять, ну, условно говоря, да? Вот. Ему придется отменять свое, так скажем, обещание. Вот. Либо недовольны будете вы, как бы, ну, недовольны будете вы тем, что, ну, поехали вот с, ну, как вы сами сказали, да, всем посторонним человеком. Вот. То есть, это вот, ну, такая, такая реальность. Вот. А, соответственно, соответственно, если вы, ну, вот, то, что вы, ну, знаете, не видите, да, вот. Как только вы это признаете и, собственно, ну, если вы это признаете, то я думаю, я думаю, я думаю, что вам станет гораздо легче и гораздо проще. Вот. Потому что у вас появится возможность тогда уже принимать вот какие-то решения. А сейчас ситуация, ну, как бы, вот она усложняется именно тем, что вы, как бы, ну, вот считаете, да, и хотите, возможно, усидеть на двух стульях. Вот. То есть, и перед коллегой, да, вам как-то, ну, неудобно. И перед коллегой, да, нехорошо. И вам, собственно, вот обидно получается за свой отпуск. Ну, вот. И в этом смысле я вас хорошо понимаю. Вот. В этом смысле я вас очень хорошо понимаю. Понимаю, что вы обидим, да, и понимаю, что, ну, вам вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот. Скажем так. Вот. Такая вот история здесь. Не знаю, приятно это правда. И в этой истории, как мне кажется, нет какого-то выхода. Вот. Ну вот такого выхода, я имею ввиду выхода, скажем так, хорошего выхода. Эта ситуация нет. И быть не может. На этой ситуации есть просто выход. Но вам нужно постараться увидеть следующее. Что вы можете, вы можете быть в этой стране вместе. С мужем. Своим. Вот. И пройти эту ситуацию вместе. Вы можете. Да? Вот. Ну а можете как бы поссориться и испортить условно говоря отношения. Отношение. Причем вот. Эээээээээээээээээээээээээ. Решать вам на этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратно связь по моему ответу.